и первое что вам покажу это вот такая орхидея беленькая с розовой серединкой в прошлом видео когда я показывала она цвела вот на этом цветоносе постепенно как он отцветал здесь уже раскрывались следующие бутоны вы можете их видеть 7 бутонов и одновременно растила еще вот эту боковую почку здесь выросло огромное количество бутонов уже цветов и вы можете видеть насколько это красиво смотрится особенно это красиво смотрится на окошке получается немножко такое каскадное цветение за счет тяжести цветов это боковая боковой цветонос такой загнулся я конечно лишний раз боюсь и трогать поскольку ну волнует мало ли вдруг обломается у орхидеи огромное количество корней и пересаживать ее несомненно буду но тогда когда уже она цветет и цветет она мне уже сентября то есть сентябре будет год этому цветению не только этому а в общем целом по моему очень красивая и так я ее отставила немножко подальше чтобы показать других орхидеек это вот такая орхидея она также у меня куплена в сентябре здесь тоже растут цветочки листики корешки пересаживает также пока не пересаживала стоит покупном субстрате и жду когда цветет куплена также в сентябре одновременно с этой беленькой орхидеи что касается тех орхидей которые посажены по методу клювти об успехах безусловно есть положительный результат такого выращивания хотя бы то какие у нее стали листья они были вялые теперь они напитанные упругие и я довольна единственный субстрате образуются подуры точнее даже быть слой где налита вода керамзит но положительный результат на лицо и мне очень нравится то как быстро она восстановила свои листья плюс ко всему отрастила дальше цветонос и зацвела буквально неделю назад раскрылись все три цветочка не знаю как такая посадка будет зимой положительно или нет узнаю в этом позже а пока что я довольна также по такому методу я посадила цветок своей сестре он у нее был тоже с вялыми листьями сейчас они буквально буквально за неделю за 2 восстанавливают тургор отлично растет листик растет корешки ну и кушает вот этот я его поэтому пока не обрываю здесь также слой керамзита слой коры и небольшой слой мха также я осталась довольна таким методом что касается вот таких миниатюрок виде шиллера он у меня посажен тоже в такую систему но я сделала дырочки и такую конструкцию со родилась у того что он такой сухой ножки у меня расположен от которой идут уже корни основные новые корешки закукливаются так и не достав до мха который в стаканчике поэтому создала такую конструкцию корни растут медленно но верно за это время у меня отрастет три листика будем дальше выращивать малявочку совсем недавно 3 мая ко мне пришла замечательная фаленопсис леодором этот цветок с германии субстрат здесь кора не мог он пришел изначально с тремя цветоносами вот этот самый маленький на котором сейчас расположен цветок не имел никаких бутонов уже отрастил буквально там через две недели пребывания у меня отрастил вот такой прекрасный ароматный что самое главное цветочек замечательной расцветки пахнет больше в первой половине дня нежели во второй но во второй аромат также имеется будем ждать еще цветение сейчас отращивает корешки и растет листик и еще кстати хотела показать вот такую орхидею мне подарила страны 8 марта на вот это 8 марта и уже скоро распустятся бутоны с боковой почечки проросла в общем это тоже положительный момент ну все всем спасибо за внимание кому понравилось ставьте лайки желаю вам также легкого продолжительного цветения ваших орхидей и других цветов всем удачи пока пока